Здравствуйте, мои дорогие! Вы видите, где я, да? Пристроилась за домом, потому что пекло такое, но невозможно находиться не то, что в теплице, на улице просто жарко. Я занимаюсь чесноком, и сейчас расскажу, как правильно его выкопать и как правильно за ним поухаживать. Вот когда вы выкапываете чеснок, а делать это надо обязательно на растущую луну в сухом бесплодном знаке, это, как правило, знаки воздуха. Это могут быть весы, но весы, правда, не бесплодный, но сухой. Это дева, это может быть и козерог, кстати, и, конечно же, там и стрелец, и близнецы, и все относится, и лев также. Это сухие знаки. Когда вы его собираетесь выкапывать, ваша задача состоит в том, чтобы взять лопату, пойти к грядке, где он растет, и подрезать ему корни. Подрезать лопатой, он вот так растет, подрезать прям вот так вот. И дать ему до завтра отдохнуть. А вот завтра вы его должны уже как бы выкопать из грядки, вытащить оттуда. И что нужно сделать дальше? Вот когда вы его вытащили из грядки, вы обязательно должны знать и помнить, что в этой части зеленой, к сожалению, у меня уже не зеленый, потому что его посушили вот в таком виде. Вот в этой зеленой части у каждого чеснока редкий случай, когда их нет, это трипсы. Это вредитель, который поражает именно эту культуру. И гладиолусы в том числе. Так вот, чтобы эти трипсы не попали вот сюда, в зубки и в луковицу чеснока, нужно взять секатор, да, ну или острый нож, и обрезать, оставив ну три, максимум четыре сантиметра вот этой стрелки. У зимнего чеснока всегда есть стрелка. Вот это, о-о-о, как все запущено. Он уже не зеленый, но еще и не высохший. Вот примерно так должен выглядеть чеснок перед сушкой. Вот обратите внимание, что с ним происходит. То ли он перемог, видите, и у него начинает гнить его стрелка. Вот я его обрываю, посмотрите, здесь влажно, у стрелки все влажно. Вот этот чеснок не годится для зимнего хранения, уже нет. Значит, дождей было столько, и этот бедняга не справился с потоком воды. Все стояло около луковички, видите? Вот это все загнило, несмотря на то, что чеснок обладает высокой способностью защищаться и защищать других своим запахом от болезней и вредителей. Представьте себе, мне это очень не нравится. Отправляю так, это нужно высыпать, чтобы не было повода сгнить. Берем другую головку. Кстати, у меня очень хороший сорт, и у этого чеснока нет огромного количества зубков мелких. А есть всего, вот посмотрите, есть всего четыре. Раз, два, три, четыре. Либо пять. И все. Очень удобно чистить, зубки всегда крупные. Чеснок хранится практически два года, если все правильно сделано. Отрезаем, и вот это все обязательно будет с трипсами. Не хотите, чтобы они сюда переползли, значит, мы их отрезаем, и, естественно, их можно даже сжечь. Но если раскрыть, например, уже и вот эту вот головку, да? А посмотрите, здесь ведь та же проблема. Значит, чеснок нужно было выкопать раньше. Когда его так не залило. Вот его середина начинает подгнивать. По крайней мере, надо открыть чешую для того, чтобы здесь как-то высохло. На засолку он, конечно, пойдет однозначно. Но на долгое хранение что-то я уже очень даже сомневаюсь. Ну да, я слышу ваши вопросы. А можно как-нибудь вот сейчас помочь чесноку, чтобы он хранился? Нет, девочки, нельзя помочь чесноку. Единственное, что я вот открою эту шейку, так сказать, так она называется, и освобожу немножко зубки, так, чтобы он мог просохнуть. Но, еще раз повторяю, вряд ли два года он будет храниться. Обычно зимний чеснок хороших сортов хранится два года без всяких проблем. Под полом, если у кого-то частный дом под полом, значит не в подполье, а именно под полом. Там прохладно и всегда очень сухо. И чеснок там чувствует себя замечательно. Два года не сохнет, не гниет, если он правильно выращенный. Посмотрите, какая шикарная головища у него. Конечно, вот эту землю сразу нужно от корней убирать. И желательно бы вот это все, какой-то секатор дурацкий. И все это сразу нужно убрать, лишние все лохмотья, это все влага ненужная, но у него явно гниет шейка. Вот вам и чеснок на зиму. Одно неосторожное движение, чуть-чуть попозже выкопали. А когда мы выкапываем чеснок, девочки? Да какой в августе, это же не яровой чеснок. Вообще срок ему 10 июля, и его надо убирать, он подзимний. И на грядке, в которой растет чеснок, непременно присутствовать должна зола. Чем больше золы, тем лучше. Вот тогда он будет вызревший, и вот этой проблемы у него не будет. Но в этом году тетя Таня, ворона старая, она решила путешествовать. Напутешествовала. Видите, что делается? Нельзя хозяйке уходить от своих детей, вот от этих вот. Просто нельзя и все. Все должно быть под контролем. Вот он мокрый, я прям руками чувствую, что он мокрый. Здесь он сухой, а здесь он просто мокрый. И вряд ли он высохнет, потому что даже скользкая. Слегка подсушить можно, но что из него получится, я даже не могу вам сказать. Вот такая я плохая огородница. Я шучу, конечно, я не плохая огородница. Просто так получилось. Иногда так бывает. Ну, а я вам желаю, естественно, чтобы ваш чеснок не гнил, не был мокрым. И я надеюсь, что зимний чеснок вы уже убрали. Всего доброго вам и до свидания.